я сегодня расскажу вам о моде и стиле шторах как у нас в молдавии все это происходило так как я дизайнер по шторам уже 12 лет я реально могу уже объединить эту информацию коротко и сжато и рассказать вам как она менялась и что у нас изменилось и действительно эта тенденция не только у нас это во всем мире так что я думаю что эта информация будет полезно и интересно итак поехали когда я начинала работать у нас очень сильно были в моде ламбрикен это просто нереально я их так недолюбливала мало того что их сложно шить так они еще и были сборники а когда их у меня звали переразвешивать именно гладить я просто плевалась во все стороны что называется поэтому и плавник это клиентов отучала от этих ламбрикенов и делала своего рода псевдо ламбрикены то есть может быть вот перекидывала через карниз наматывала либо делала просто один такой но с помощью магнитов и потом уже руками укладывала тюль и это было намного лучше полегче смотрелось и когда вы их разбираете получался прямоугольник мои клиенты были очень довольны что эту ткань можно было вся по разному укладывать в общем всегда я находила решение лишь бы не использовать эти ламбрикены и я использовала различные конструкции кованые например конструкции из кованых карнизов либо например использовала фурнитуру типа брошек магнитов и я очень тогда полюбила японский стиль у меня очень он хорошо получался и боль того я еще умудрялась его смешивать с классическим вообще шло на ура и это была новая тенденция меня очень начали сильно копировать в городе все мои работы разлетелись по всем рынкам магазинам то есть я выкладывала свои фотографии своих работ в интернет и забыла поставить и вернее даже не знала что нужно ставить водяной знак соответственно вот где не пройдешься везде были мои работы но я как бы не обижалась и потом научилась их защищать водяным знаком и сейчас им сложнее украсть мои работы как бы но тогда это было просто вау и бум по всему городу когда я начинала очень было модно использовать люверсы и мне сначала они тоже нравились но когда они начали выпадать из ткани то есть когда видно что ткань просаживается и люверс выпадает из ткани либо видно как люверс и сверху вернее снизу отъезжает ткань то есть растягивается под весом самой портеры или декора в общем я от них отказалась они мне не стали не нравиться и я прибегла к новой ленте тогда которая появилась такая прозрачная шириной 10 сантиметров и у нее пазики шли каждый там 12-13 сантиметров одеваешь на трубу и это просто счастье и безопасно и хорошо и я до сих пор ее использую и любой клиент которыми уговаривает на люверс и я ему отказываю то есть пускай он делается что хочет я знаю что он потом не скажет спасибо то есть он не будет плеваться что эти люверсы ломаются теряются портят ткань то есть вы представляете если вы уже порезали портьеру кружок лишочки если дырочка растянулась вы уже ничего с ней не сделаете но только если вы будете нашивать планку поэтому я отказалась очень много лет тому назад буквально на третий год своей работы как я начала работать как дизайнер и сейчас я очень довольна и рекомендую использовать ленту всегда в люб не важно натюль на портьеру но не ставьте люверсы пожалуйста если раньше были в моде яркие цветастые ткани я тоже начала клиента потихонечку отучать чтобы они их не использовали и отдавали предпочтение спокойным и однотонным тканям у многих клиентов так называемых кавычках стиль барокко был везде чуть ли не это вот реально лет 12 тому назад это просто был кошмар и они хотели себе и ламбрикены и многослойки это просто что-то страшное было вы представляете себе это все перегладить они конечно там потом плевали сами при моменте когда надо было стирать допустим перед паской так вот это слава богу что сейчас сменился стиль на более такое минимализм еще так называемые скандинавский стиль и наконец-то пришел стиль лофт очень мне нравится что так стало полегче немножко более красиво то есть более стали спокойными интерьеры и соответственно и шторы стали полегче то есть стало меньше использоваться тканей и сейчас делают в основном конструкцию следующим образом тюль белая складку один к трем или один с половиной от края до края и по бокам допустим вешали портьеры они убираются на самодельные подхваты в крайнем случае на магниты иногда вместо портьер убираются и на декоративные тюли либо с контрастным рисунком например использовались цветы или вензеля или полоски либо вообще берут тюль однотонную спокойно допустим цвет шоколада или бежевый или мог или оливковый и даже кирпичный и раньше очень было модно делать каждую комнату отдельно со своей цветовой гаммой стилистикой например одна комната в стиле кантри другая в стиле барокко 3 там я не знаю что в японском стиле например то сейчас идет тенденция делать всю квартиру в одном стиле в одном цвете и даже в одних и тех же тканях мне кажется что это сейчас неплохо смотрится так как не любит не бесит не напрягает еще появилась новая тенденция это вообще не вешать тюль от края до края и и вообще не ставят только портьеры оставляют и вот на ночь их закрывают также отказались от моды делать шторы и ставить карнизы от края до края именно от стенки до стенки то есть большая длинная комната маленькое окно абразуры и ставят тюль от края до края то есть гигантские простенки то сейчас поступают по-другому так например берут саму само окно то есть проем и от него меряют 20 сантиметров вправо и влево или 40 сантиметров зависит от комнаты и так намного лучше смотрится окно и она чем уже окно тем более элегантно но смотрится более как-то миниатюрника красивенько и во первых меньше ткани и далее клиент как бы не мучается при переразвешиваниях то есть и это действительно не пылесборник в плане карнизов сейчас используют потолочные карниза если в квартирах но исключением является зал и спальня и там ставят кованый карниз чтобы было побогаче покрасивее она по наряднее и последнее время хорошо используется модели штор так называемый трансформеры я их очень люблю то есть можно менять декор местором лять за счет разных декоров петель фурнитуры для этого чаще всего я ставлю три полоски карниза и тогда можно делать различные манипуляции со шторы по настроению так сказать также сейчас модно делать на портерах то есть на втором слое декоративном вставке либо с внутренней стороны либо с внешней стороны может быть только на одной детали а на второй нету то есть эта вставка обычно я делаю 0 75 сантиметров независимо в складку или на стяжку потому что это более идеальный размер и он когда собирается это где-то сантиметров 30 и эту ставку делают из ткани компаньона либо из ткани контрастной там допустим либо текстуру какую-то особенную и я пришиваю эту вставку за пошивочным швом то есть сначала складываю ткани лицевыми в наружу потом делаю строчку потом выворачиваю на изнанку получается что закрытый шов оверлок и принципиально не использую но это считается плохим тоном вообще использовать оверлок в шторах и вот получается что вы берете допустим ткани вам нужно на половинку два с половиной метра и выберете 0 75 сантиметров на вставку и метр семьдесят пять на основную часть изделия на большую часть и очень получается красивенько очень модненько и нету перерасхода по ткани и шторы становятся красивее и интереснее я думаю что пока я закончу свой рассказ про моды и тенденции и если вам будет интересно я сделаю другой второй выпуск о моде и тенденции так что если вам видео понравилось не забудьте поставить пальчик вверх берегите себя и помните глаза боятся руки делают так что до новых встреч и следите за моими видео которые сейчас будут делать серию профессиональных видео так сказать шторный вопрос пока